Итак, мы говорили о том, что в ветви, да, вот маслина природная, все-таки мы понимаем, что, я буду коротко пройду эту вещь, что природная маслина это Израиль, если кто-то не согласится с этим, поднимите руки, природная маслина это Израиль, потому что даже в символе Израиля стоит у нас что? Маслина. Это понятно. И природные ветви, мы понимаем, это тот природный библейский иудаизм, как Бог передал через веру Авраама, Цаха, Якова, через Моисея, через традиции, которые там были, это был природный иудаизм. Природные ветви. Они составляли из разных, может быть, течений и так далее. Я даже по ним думаю, мое личное мнение, опять же, личное мое мнение, и вы не думайте, что я трактую какую-то одну истину, что мессианский иудаизм был как таковой ветвью в этом дереве, как и остальные ветви вероисповедания, потому что в основе всего лежит Бог и Мессия, который был обещан. И как говорится, что некоторые из них отломились неверием. Многие люди, которые не поверили, в основном это люди были из таких религиозных направлений, как саддукеи, как фарисеи, многие из них не уверовали. Но при всем этом, помните, кто был Павел Равшаву? Он был кто? Фарисей. И здесь говорит, если те отломились, да, и не верят, но пребудут в вере, какой вере, в Мессию или же в Бога, то будут способны быть и привиты. Павел Равшаву стал этой ветвью, которая привилась обратно. Чутко показывается этот принцип. Он же гнал, он не верил, он был отломлен, он был жестокий, и Шуа был способен его привить обратно. В то, что природное. Причем власть Павла, Савла была настолько сильна, что мы не можем представить это. Это может быть похоже на что? Какой человек сегодня, например, на Украине может взять, пойти в один из самых высоких судейских, судейского арбитражного суда или военного суда, и получить у них разрешение на поимку другого вероисповедания в другой совсем стране. И пойти с этой властью, с этим письмом и это сделать. Кто это может сделать? Это довольно влиятельная личность был Равшаву. Понимаете, о чем я говорю, да? У него довольно было серьезное положение, но при всем этом он был мертвый для Христа, для Мессии до определенного времени, потому что он внутри себя имел эту ревность по Богу, ревность по Богу. И фактически ревность по Богу, настоящая ревность по Богу приводит тебя к изучению Писания, встречи с реальным Богом и подводит к Мессии. Потому что Ишуа говорит, вы хотите иметь жизнь вечную, то есть ваша ревность, искать что-то в Боге, это ревность вечной жизни. Исследуйте Писание, исследуйте, а они говорят обо мне, потому что я есть путь истинной жизни. Это я говорю о природных ветвях. И некоторые из этих ветвей, они отпали именно неверием своим. Они просто не поверили, что Ишуа Мессия. Но мы говорим также, что если они прибудут в вере, то Бог их способен будет привлечь. И один пример такой, как Рав Шаул. Дальше мы говорим, дикая маслина. Маслина дикая, мы понимаем, что это другие народы. Другие народы. Почему все-таки маслина? Почему имеется символ всегда у Бога маслина, как жизнь? Это дерево, которое очень долго живет. Как бы ты ее ни рубил, и как бы ты ни пытался искоренить, практически оно пробьет себе жизнь. Некоторые маслины сегодня, которые находятся на Оливковой горе, датируются времен Христа, то есть времен Ишуа Мессии. То есть некоторым из них уже почти две тысячи лет. Это способность маслины выжить. И фактически народ Израиля выживет. Как бы тебя его не гнали, как бы его не уничтожали, как дьявол не пытался бы его искоренить из земли, он все равно опять поднимется, потому что Бог это обещал. Почему другие народы считаются дикой маслиной? Потому что я говорю о том, что у Бога есть принципы. Помните одно местописание, где Бог обращается к Египту, говорит, он сын мой. А Сирия тоже обращается тоже. И хотя Израиль первенец, то есть он для Бога важен, то есть природный, да, то остальные народы являются неприродным, неприродной маслиной, где Бог тоже имеет власть, работать с ним и хочет его спасти. Неприродная маслина, дикая маслина, это маслина народов, которые тоже, ну, народ Божий, как бы, люди не исчезнут с земли, пока не придет конец, да. И поэтому оно как бы выживаемо. Другие народы, они почему не дикие, потому что они не имели закона, они не имели, ну, что их взращивало, чтобы, что их поднимало. У них было только ДНК Божия, которую Бог дал в человеку, плодиться и размножаться. Но избранность была в Израиле. И послание к Ефесянам, Рав Шаул делает четкое разделение между некоторыми вещами. Написано, что вы были в Мессии, что в то время без Мессии, отчужденные и от общества Израильца, чужды заветам обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире. То есть, без Израиля вы были дикой маслиной. И Бог прививает то, что по вере, к природному корню. Зачем Богу нужно прививать остальные народы к корню? Как вы думаете, зачем это нужно было? Ну да, это из двух сделать одно. А самое главное, как вы думаете, чтобы исполнить порочество, которое Бог дает для Авраама, в тебе благословятся все народы. Помните, мы говорили очень четко, может ли дикая маслина приносить такой же равноценный плод, как и природная? Навряд ли, да? Но она изменяет свою структуру ДНК при помощи природного корня и становится плодовитой, становится доступной, она становится более, может быть, способной для потребления. Ему можно брать какой-то урожай. Это очень важно. И Бог обещал Аврааму, что в тебе благословляться, это все народы. А слово все народы означает все. И чтобы благословить народы эти, нужно было приявить его к обществу Мессии, именно к обществу Господнюю. И вот здесь начинает Павел, Равшаул, делать заявления, которые многие церкви, многие деноминации отвергают. В чем я сейчас отступлю, потому что написаны такие вещи, что Римминам 11.18, не ты корень держишь, а корень тебя, чтобы не превозноситься, понимаете, да? И многие церкви думают, что они стали корнем. Корнем никогда не может быть христианская церковь, потому что корнем есть вера Авраама, которую Авраам имел в Боге. И он искал Мессию, он искал это отождествление, он имел это обетование, и Бог через него явил Мессию. Этот четкий корень спасения Мессии, он оставался всегда. Теперь Бог ожесточает многие из сердца людей. Многие не верят в Мессию, были отломлены, но их место никто не может занять, потому что Бог хочет поднять эти ветви обратно. Сейчас Он прибывает к этому корню, корню благословения, законоположения, Мессии. Он прививает к этому корню дикую маслину. Мы читаем. И вас мертвых по преступлению к грехам вашим. Послание к Ефесянам 2 глава. И вас мертвых. А слово вас это кого? Вас. Кого-то то, кто не знает Мессию. И вас мертвых по преступлениям, грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действуя их ныне в ценах противления. Он подчеркивает одну вещь, что некоторыми ценами противления, то противится Мессии, действует тот же Дух. Дух бунта, Дух Сатана. Между которыми и мы все жили никогда по нашим плотским похотям. Что Павел здесь делает? Вы, но также и мы жили. Кто это вы и мы? Можно понять это как евреи и не евреи. Я больше склонен к тем, кто евреи и не евреи, потому что очень четко начинают разделять. Между которыми и мы все жили. Мы тоже жили по плотскими похотям. Потому что Павел говорит, что конец закона, это Мессия. Но я не иначе познал грех, как только через закон. То, что хочу делать, не делаю. То, что не делаю, делаю. Кто избавит меня от всего тела? И благодарим Богу и Шоу Мессии, который избавил меня от этого. Только в Мессии можно получить настоящую свободу, потому что грехи людей может быть только смыты через пролитие крови. И дальше. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Он говорит, что по великой своей милости Бог избрал Авраама и все его наследие, и в которое возлюбил нас. И на самом деле Бог обращается в Танахе к Израилю, ты мой первенец, да? Или же я возлюбил тебя, я дал тебе свою землю, то есть мы земли, я тебя нашел, как бы, как бы, дочери Сиона, да? Я тебя нашел в крови погибающей, я тебя омыл, ты стала моей, я обручился с тобой. И Бог говорит, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. И нас, мертвый по преступлению, оживил в Мессии. По великой своей благодати пообещал Аврааму, что в нем благословятся все народы. И по этой причине говорит, я хочу вас благословить, я даю вам Мессию, все, что нужно делать, поверить в Него, и я привью вас к этому общему дереву. Благословение. И говорит, это не от вас, это все по благодати, а для нас, иудеев, которые мы получили от Него, там, законоположение, законы, богослужение, Мессию, для нас это обещанное. Понимаете, да? Для нас, мы не могли избежать этого. Для нас это все было обещанное, мы получили наше обещание, а для вас это великая благодать. Вы скажете, о, какая-какая дискриминация. Это не дискриминация, это Писание, то, что мы читаем. Это Божье избрание. Смотрите, что дальше пишет. Дальше. И воскресил с Ним и посадил на небесах Мессии Иешуа, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство, благодати Своей в благости к нам. Мессии Иешуа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас это Божий дар. И не делал, чтобы никто не хвалился. Другими словами говорят, да, если ты захочешь исполнить закон, ты из язычников не хвалишь, что ты привился, потому что ты исполнил закон. Это все по благодати, которую Бог обещал Аврааму. Больше никак. Никак. Ибо мы, Его творения, созданы в Мессии Иешуа, дабы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, как называли обрезанным плотским обрезанием совершенными руками, то и вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь, когда вы привиты, когда вы, дикая маслина, привиты к природной маслине, а теперь в Мессии Иешуа вы, бывшие, некогда далеко стали близки кровью Мессии. А в чем она заключалась? Заключалось все на основании пророков учения апостолов. А учение апостолов было очень простое. Изучение Писания, быть частью общества, любить ближнего, то есть на законе Божьем, никак иначе. Но если мы чувствуем себя, что церковь говорит сегодня с ветхим заветом все покончено, отвергая ветхий, тогда можно сказать, какой ветхий завет? Сколько заветов было? В чем заключается новый завет? Просто в благодати и благодатью погоняй, делать все, что хочешь этим жить? Первая апостольская община, то есть община первого столетия, до третьего столетия, мессианская община, она не имела все претензии или претензиозность того, чтобы пренебрегать Танахом. Они никогда этого не делали. Все цитаты, все учения было построено на Слове Божьем, то есть на пророках. Почему на пророках? Потому что Бог заранее предупреждал, что будет мессия, каким образом придет, что должно сопровождать его пришествие, каким образом оно должно произойти, что он должен страдать, что он будет делать. И это исполнилось. Основываясь на этом, люди веровали, сегодня иудейская община не изучает так достаточно Слова Божьего, чтобы увидеть в том, что там Ишуа Мессия. Там напрямую, например, имя Ишуа на кресте умирающем, его нету. Вы понимаете, но они берут эти слова некоторые, там, например, и дева в очреве зачнет и родит сына и нарекут ему имя, что Эммануил, то есть с нами Бог. Они говорят абсолютно, это ничего не говорит. Просто написано и девушка, то есть Элма не является девственницей. Элма не обязательно, чтобы она была девственницей, Элма должна быть молодой девушкой. Вот, понимаете, да? И это не означает конкретно, что это будет именно девственное сверхъестественное рождение. Это будет обыкновенный человек и так далее, и так далее, и так далее. Можно извратить это все. Хотя, когда говорится о Ревеке, когда привезли Ревеку, да, говорится о том, что она была девственной, то есть слово используется именно Элма, то есть та, которая не имела, не познала мужа до этого. Те же слова. Но понятно, что каждый хочет гнуть свою сторону, продать свое положение. сколько у нас там еще? 20 минут целых. Ого! Есть у вас микрофон, Может быть, у вас есть какие-то вопросы по этому? Ой, Саша, Валя. Вот у вас есть вопросы по тому, что мы прошли? Хотя бы немного. Кто хочет задавать вопросы? Нет. У меня вопрос, раз, два. У меня вопрос, вчера мы рассматривали написание, написание, очень коротко, там, где в первую очередь иудею, а во-вторых, эллину. У меня насчет эллина, то есть, кого мы имеем в виду под словом эллина? То есть, я слышал версию, что это евреи, которые ассимилировали, что такое? В двух местах иногда она переводится как греки, да, греки, иногда она переводится как эллинистическая культура, то есть, эллинисты. Среди евреев было очень много, будем говорить так, светских евреев, которые были склонны к изменению общества, и они были склонны больше к эллинистическому образу жизни. Другими словами, это к греческому, к греческой культуре. Не имеется в виду идолопоклонничество, а иметь в себе свободу носить такую же одежду, свободу участвовать в театре либо на олимпийских играх. Вот такая. Поэтому назвали более эллины. Это во времена фактически Маковейские, чаще это вот пришло время, это фактически даже времена Александра Македонского, когда происходило такое повальное захват такого мира. Хотя я вам скажу так честно, что если бы Александра Македонского не было, Евангелие не было проповедано по всему миру. Это мой личное мнение. Что я имею ввиду? Именно еллинзическая культура позволила позже взять тоже греческое мышление и греческий язык, греческое письмо и пойти в народы, которые жили вне Израиля и там свободно говорить. Если бы не было еллинзической культуры, наверное, это мое личное мнение, было бы сложнее проповедовать. Представьте себе, приехал какой-то иностранец сюда, на Украину и на своем английском языке проповедует. Кто его что поймет? Но увидим также, что Рав Шаул был очень подкован в культуре. И он начинает такое вот в Листре, да, он говорит, у вас написано там, типа, неизведанному неизвестному Богу был жертвенник. И он начинает цитировать один из ваших писателей или там поэтов сказал. Начинает цитировать фразы из культуры именно греческой культуры, то, что было там сделано. Потом он поговорит о самих олимпийских играх. Бегут на ресталище. Тоже он был способен это применять. Если бы это была чисто иудейская позиция, только иврит или арамейский язык, то дальше, чем арамейский язык, там есть рядышком Сирия была, Сирия была, они смешанные языки, дальше наверное не пошло бы Евангелие. Хотя оно было переведено на разные языки и так далее, но при всем этом это лично мое мнение, что елены это как и греки, так и не обращенные, а ассимилировавшиеся евреи. да, ну это такое личное мое мнение. Там имена такие тоже уже были более греческие. Александр, имя Александра тоже в одно время это греческое, но мы видим к евреям тоже относится. еще вопросы? Это в Афинах работа Павла 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 работал очень много в Афинах греческая культура. Вопросы есть? Ладно, не буду вас мучать. дайте помочь. в Афинах